Привет, друзья! В зимнее время года сон становится актуален как никогда, но спать некогда, самое время учиться. В английском языке есть множество устойчивых выражений, связанных со сном, которые я предлагаю разобрать в сегодняшнем уроке. Первым делом вспомним о том, что в английском языке слово sleep выступает одновременно и существительным сон и глаголом спать. Его формы sleep, slept, slout. I usually sleep on the couch. Я обычно сплю на диване. Здесь слово sleep является глаголом. I usually sleep on the couch. I need to get some sleep. Мне нужно поспать. Или более дословно, мне нужно получить немного сна. Здесь слово sleep является существительным. I need to get some sleep. Хорошо бы запомнить выражение to sleep soundly. Это значит крепко, хорошо, сладко спать. I slept soundly last night. Я крепко спал прошлой ночью. I slept soundly last night. Эту же мысль можно донести при помощи следующих выражений. To be fast asleep. Или to be sound asleep. Крепко спать. She was fast asleep and I didn't want to wake her up. Она крепко спала и я не хотел ее будить. She was fast asleep and I didn't want to wake her up. Очень часто употребляется выражение to get some sleep. Поспать. Get some sleep. You look exhausted. Поспи, ты выглядишь очень уставшим. Get some sleep. You look exhausted. I didn't get much sleep last night. Я мало спал прошлой ночью. I didn't get much sleep last night. Get a good night's sleep. We can talk tomorrow. Нужно обязательно знать выражение to fall asleep. Заснуть, засыпать. To sleep значит просто спать. To fall asleep это значит перейти из состояния бодрствования в состояние сна. He fell asleep and didn't hear anything. Он уснул и ничего не слышал. He fell asleep and didn't hear anything. Если говорить о противоположном состоянии, когда вы бодрячком и сна не в одном глазу, пригодится выражение to be wide awake или to be fully awake. Быть полностью проснувшимся. Ни капли не сонным. I was already wide awake when you called me. Я уже полностью проснулся, когда ты мне позвонил. I was already wide awake when you called me. Во сне будет по-английски in one's sleep. You were talking in your sleep. Ты разговаривал во сне. You were talking in your sleep. Если вы говорите о непродолжительном дневном сне, употребите выражение to take a nap. Вздремнуть, немного поспать. I need to take a nap. Мне нужно немного вздремнуть. I need to take a nap. Если вы говорите о том, что кто-то случайно задремал, например, во время просмотра фильма, можно употребить фразовый глагол to doze off. Случайно уснуть, задремать. My dad dozed off in front of the TV. Мой папа задремал перед телевизором. My dad dozed off in front of the TV. Если говорить о фразовых глаголах, есть несколько интересных вариантов с глаголом sleep. To sleep in – значит долго спать, дольше обычного, спать допоздна. I usually sleep in on Sundays. Обычно по воскресеньям я сплю допоздна. I usually sleep in on Sundays. Фразовый глагол to sleep over – значит остаться у кого-то в гостях с ночевкой. My brother used to sleep over at my place every weekend. Мой брат раньше оставался у меня спать на выходных. My brother used to sleep over at my place every weekend. Выражение to sleep on it соответствует нашему утро вечера мудренее. Давай сейчас ничего не будем решать, а поспим и посмотрим, что будем думать об этом завтра. Дословно переводится – поспи на этом. Why don't you sleep on it and tell me your decision tomorrow? Утро вечера мудренее. Давай завтра мне скажешь, что ты решил по этому поводу. Why don't you sleep on it and tell me your decision tomorrow? Также есть интересные идиомы, характеризующие сон. To sleep like a log – буквально значит спать как бревно. Очень крепко, как говорят в русском языке – спать без задних ног. After our trip, I slept like a log. После нашей поездки я спал как убитый. After our trip, I slept like a log. Более мягкий и милый его синоним – to sleep like a baby. Спать сном младенца. My bed was very comfortable. I slept like a baby. Моя кровать была очень удобная. Я спал как младенец. My bed was very comfortable. Довольно часто можно услышать фразу «sleep tight». Она употребляется при прощании, как пожелание хороших снов. Good night, sleep tight. Спокойной ночи, спи крепко. Good night, sleep tight. Напоследок хочу сказать про такой родной будильник. Когда будильник звонит, мы говорим Просыпаться по будильнику будет Я привык просыпаться по будильнику. Какие выражения для вас сегодня были новыми? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Какие еще фразы, относящиеся ко сну, вам известны? Если этот урок был для вас полезен, не забудьте поставить лайк и оставить свои комментарии. Спасибо за ваше внимание. Полезные ссылки смотрите в описании под этим видео. С вами был Кирилл. Увидимся совсем скоро. Продолжение следует...